Допустим, вы и ваша подруга Мэри арестованы за попытку вооруженного ограбления и помещены в отдельные тюремные камеры. По закону, за подобное преступление положено 10 лет тюрьмы. Однако, у следствия, похоже, нет достаточных улик, поскольку следователь предлагает каждому из вас следующее. Если конкретно вы, говорит вам по секрету следователь, сознаетесь в преступлении, а Мэри будет молчать, вы выйдете на свободу за сотрудничество со следствием. А Мэри получит положенные 10 лет тюрьмы. Если же Мэри, в свою очередь, также сознается, то вы оба получите по 5 лет тюрьмы вместо 10. Однако, если вы будете молчать, а Мэри сознается, то уже вы получите положенные 10 лет тюрьмы, а она выйдет на свободу. Правда, если она так же, как и вы, решит молчать, каждый из вас получит по одному году тюрьмы за незаконное хранение огнестрельного оружия. Единственная ваша цель – выгодать для себя как можно меньший срок заключения. Целесообразнее ли вам молчать, не сдавая Мэри, или целесообразнее вам сознаться, сдав ее? Разумеется, перед Мэри стоит точно такая же дилемма. Вы можете рассуждать, например, следующим образом. Если Мэри сознается, то в случае молчания я получаю 10 лет тюрьмы, а в случае признания – 5. Таким образом, в случае признания Мэри, мне целесообразнее сознаться. Если же Мэри будет молчать, то в случае своего молчания я получу год тюрьмы, а в случае своего признания выйду на свободу. Мне опять же выгоднее сознаться. Сознается Мэри или молчит, мне, очевидно, целесообразнее сознаться в преступлении. Мэри рассуждает точно так же – вы предаете друг друга и на 5 лет остаетесь в тюрьме. Но если бы вы не предали один другого, вы оба получили бы лишь по году тюрьмы. Как бы это выглядело с вашей точки зрения? Допустим, я молчу, рассуждаете вы, но Мэри сознается и выходит на свободу, а я на 10 лет отправляюсь в тюрьму. Почему я должен доверять Мэри? Есть ли у меня какие-либо разумные основания для этого? С точки зрения моей выгоды, никаких оснований доверять Мэри у меня нет. Моя единственная цель – минимизировать мой срок заключения. Но может, все-таки просто неразумно довериться Мэри, рискуя на 10 лет отправиться в тюрьму? Подобные и количественно оцениваемые конфликтные ситуации, как долгое время считалось, помогают разрешить теорию игр. Так, знаменитый математик Джон Нэш, знаменитый в основном благодаря голливудскому фильму «Игры разума», придумал следующее рассуждение, за которое даже получил премию памяти Альфреда Нобеля по экономике. Вот его способ рассуждать. Пусть действительно вы и Мэри, исходя из выше приведенных рассуждений, оба выбрали сознаться в преступлении. Зададим каждому из вас вопрос после того, как вы узнали свой тюремный срок. Если бы вы могли сейчас задним числом изменить свой выбор, сделали бы вы это, зная при этом, что другой заключенный менять свой выбор не может? Если ответ отрицательный и вы оба согласны, что ваш выбор в этом смысле правильный, то, согласно Нэшу, в игре достигнуто равновесие. Как говорят в теории игр, достигнуто единственное возможное удовлетворительное со всех точек зрения положение в распределении выплат. Такое равновесие в данном случае достигается только когда и вы, и Мэри выбираете предательство, то есть сознаетесь. Действительно, если в этом случае задать вопрос о смене выбора каждому из вас, вы откажетесь менять свой выбор. Поскольку конкретно вы, выбрав предательство, получили 5 лет тюрьмы, изменение решения означает для вас выбор молчать, и 10 лет тюрьмы, вариант хуже имеющегося. Точно такой же ситуации находится, разумеется, и Мэри. Равновесие Нэша достигнут. В то же время, если бы вопреки предыдущим рассуждениям оказалось, что вы оба выбрали молчание, то вопрос любому из вас об изменении своего выбора в одностороннем порядке, очевидно, встретил бы согласие. Поскольку тогда каждый из вас уменьшает свой срок заключения с одного года до нуля. Точно так же, как и в случае выбора одним из вас молчания, а другим предательства. В этом случае даст согласие на смену своего выбора, очевидно, решивший молчать. Ситуация, в которой вы оба согласны в описанном смысле со своим выбором, и называется точкой равновесия. В нашем случае, такой точкой равновесия является 5-5, при выборе вами обоими предательства. Согласитесь, достаточно убедительное рассуждение. Но что делать с тем фактом, что, ведя себя неразумно, то есть иррационально, оба участника получили бы лишь по году тюрьмы, в то время как, доверившись логике и теории игр, получают по 5. Это и есть главный парадокс, который сделал дилемму заключенного знаменитой. Более того, и в реальных, и смоделированных ситуациях, которые можно рассматривать как дилемму заключенного, реальные люди ведут себя в большинстве экономически нерационально и не предают друг друга, даже упуская приличную выгоду. До сегодняшнего дня четкого объяснения этому нет. Ирациональное, с точки зрения экономической науки, поведение ведет к большему выигрышу, чем рациональное. Парадокс или может что-то не так с самой экономической наукой? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...